МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И врач-терапевт Вита Ткачева. По словам Константина Подбельского, сезон начинался непросто. Но затем забеги стали проходить в традиционном формате, и результаты даже превзошли ожидания. Весенний полумарафон, основной рекорд по массовости за историю своего проведения, событие получилось интересным. Третий раз мы проводили его в формате всероссийского полумарафона «Забег РФ». Мы будем продолжать эту традицию. Ну и сибирский международный марафон, который, правда, состоялся в сентябре, 12 сентября, в нестандартное такое осеннее время. Типичное осеннее с дождиком, с прохладой. Тем не менее, принес успех Марине Ковалевой, которая установила новый рекорд, долгожданный рекорд среди женщин. Дмитрий Крикорьянц рассказал о планах по повышению качества проведения соревнований. Я считаю, что мы в очень хорошей, правильной динамике. И видим сейчас снижение в целом по стране статистического уровня заболеваемости, что дает нам очевидные надежды на то, что мы события 22-го года, беговые, все проведем в привычном для нас формате, с привлечением спортсменов высокого уровня, с организацией соревнований на высочайшем уровне. Главным новшеством рождественского полумарафона станет изменение конфигурации трассы. Это позволит создать максимально комфортные условия для всех участников. Бегуны стартуют на Соборной площади. В первой части полумарафона они будут бежать по улицам Ленина и Партизанской. Затем любители бега свернут на Спартаковскую, а профессиональные спортсмены побегут по большому кругу через набережную Тухачевского. Я на сборах очень хорошую подготовку провела, бегала по 230 км в неделю, очень много скоростных тренировок, к снегу осталось немного подготовиться, потому что у нас погода непредсказуемая, и нужно перестроить технику бега слегка. Как всегда, организаторы подготовили медали с уникальным дизайном. В этом году награды изготовлены в форме снежинки, на лицевой стороне которой в белосиних тонах нанесены изображения известных мест Омска. Также организаторы отметили, что более удобной станет и процедура получения медицинского допуска. Для того, чтобы получить медицинское заключение, необходимо предварительно сдать комплекс исследований, таких как общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза натощак, и предварительно записаться на консультацию к терапевту, где мы проводим электрокардиограмму, и в результате осмотра мы даем заключение. До 1 января зарегистрироваться на забег можно на сайте RunSim.ru, затем только по свободным слотам. Старт рождественского полумарафона состоится 7 января в 13.00 на Соборной площади.